Вод, который остался позади, юбилейный год консерватории, это действительно то, что уже история. И нам очень радостно, что страницы этой истории достойны того, что сегодня консерватория являет собой. Когда мы готовились к этому юбилею, мы, естественно, очень внимательно смотрели, что же оставили нам предыдущие поколения. Но в основном со столетия, потому что тогда были, конечно, очень скромны по теперешним временам издания, но не менее ценны по объективному свидетельству тех участников этих событий, которые сегодня уже сами поведят на нас с фотографий, с портретов. И, конечно, это накладывало определенное обязательство на нас, когда мы готовили новое поколение всех этих теперь уже архивных документов. И очень радостно, что действительно успели сделать очень многое. И вот сегодня в рамках этой конференции есть возможность порадоваться еще одному такому вкладу. Собственно говоря, как говорят, дорогая ложка к обеду, но обед продолжается, потому что вот сегодня даже могу как доказательство это привести, в Большом зале консерватории будет концерт, где Владимир Николаевич Минин дает концерт в честь 150-летия консерватории. У нас на самом деле осталось так много вот этих ресурсов и резервов, что никогда не поздно еще внести свой вклад в то, что является нашим общим делом. И вот такой вклад сегодня и внесен. Это уже многие его видели. Это двухтомник энциклопедии в двух томах Московской консерватории, которая на самом деле, как любая энциклопедия, представляла очень непростую работу. Тем более, что многое было уже сделано, как я сказал, раньше, и нужно было не повторяясь, тем не менее, и сохранить некоторый вот этот энциклопедический жанр и в то же время отразить в своем жадре те новации, которые привносят уже век 21. Мне очень радостно, что нам здесь помогли замечательные профессионалы, специалисты, которым сегодня будет предоставлено слово, и фактически появление этого труда это результат нескольких конкурсов, вернее, конкурсного отбора, который был проведен в программах Российского гуманитарного научного фонда. Мне посчастливилось несколько лет работать вместе с замечательными людьми в составе героя этого фонда, и я очень жалею, что сегодня нет Владимира Николаевича Придлянова, который на протяжении всех лет очень поддерживал консерваторию, и очень многие книги, уникальные книги, которые мы могли и долго ждать своего часа, появились именно в программах ОГНР. Вот такая энциклопедия также и вышла в свет благодаря такой поддержке, и сегодня у нас есть возможность порадоваться этим обстоятельствам. Ну, со стороны самой консерватории, безусловно, конечно, была проявлена вся естественная активность кафедр структурных подразделений, поскольку очень многое появилось нового в жизни консерватории за последнее время. Это новое хотелось, конечно, также отразить с той степенью подробности, которая уместна на энциклопедии, но в то же время и необходима для того, чтобы в ретроспективе сегодняшняя консерватория предстала как нечто неизменное и в то же время постоянно изменяющееся. Вот такая была задача, и, по-моему, она очень успешно выполнена. Ну, как все, естественно, в сфере науки возлагается на гречи и на ответственность проектора по научной работе, поэтому Константин Владимирович сейчас продолжит рассказать о том, кто что сделал, и, соответственно, предоставлять слово тем, кто ему в особенности много помогал. А я хочу всех поприветствовать, еще раз порадоваться тому, что именно в таком контексте замечательной нашей конференции проходит эта презентация, ну и пожелать дальнейших успехов всем, кто сегодня здесь. Пожалуйста. Большое спасибо, Александр Сергеевич. Но вот Александр Сергеевич уже упомянул РГНФ, российский гуманитарный научный фонд, который действительно оказал самую ощутимую помощь, без которой мы, конечно, не смогли издать. Не только издать, это было два проекта. Сначала был исследовательский проект, который мы делали тоже в течение, по-моему, двух лет, а потом уже издательский проект. Вот. И поэтому я очень рад, что сейчас здесь присутствует сразу несколько представителей РГНФ. Ну, я не расшифровываю, поскольку РГНФ это у всех на слуху, но так же, как СССР, вот такая аббревиатура всем знакомая. И я прошу сказать несколько слов заведующую издательским отделом РГНФ Раису Алексеевну Казакову. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы, привет, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич Владимирович и все присутствующие здесь, все люди музыки, люди искусства. Мы очень рады, что искусство в нашей стране живет, и что вот уже 150 лет, и продолжает радоваться, и мы надеемся, что будет развиваться в следующем полутора-вековом, а может быть и больше, периоде еще более успешно. Мне приятно, конечно, что вот удалось к юбилею консерватории выпустить не просто энциклопедию, фундаментальный труд, а еще такой двухтомный труд. Выкод энциклопедии — это всегда большое событие, а тем более такой двухтомный, фундаментальный, да еще впервые, это событие особо значимое. Я вот здесь меня представили как начальника издательства отдела РГНЭ, но, к сожалению, российского гуманитарного научного фонда к сожалению, больше не существует. Мы тоже так считаем, мы тоже так считаем, но мы теперь вот влились в Российский фонд культурный металлический исследований, который в этом году тоже отмечает свой юбилей, хотя и более скромный, 25-летие. Вот как раз в апреле, 25 лет назад, был создан Российский фонд культурный металлический исследований, а в 94-м году от него РГНЭ отпучковался, а в 2016-м году опять припучковался. Так что мы вот вернулись как бы вот за круги своя. Наверное, в этом есть какие-то минусы, но, наверное, есть и какие-то плюсы. Плюс может быть в том, что у нас будет теперь свой издательский совет. Вот в РГНЭ такого не было, а в РГНЭ отдельно издательский совет, совет, который рассматривает именно издательские проекты. И я призываю всех активно участвовать. Вот у нас скоро будет объявлен прием заявок на очередной конкурс. Так что, пожалуйста, обращайтесь, пишите еще энциклопедии. Вот издательство «Прогресс традиции» выпустило такую книгу. Надеемся, что не только это издательство, но и другие издательства будут выпускать не менее солидные книги. А в чем еще плюс издания наших книг при поддержке фона, как РГНЭ, так и РФИ, в том, что они, все книги, которые выходят, выходили при нашей поддержке и будут дальше выходить, они рассылаются по библиотекам страны. То есть вот издательство, я надеюсь, вот здесь присутствует Илья Зарьковина, из издательства «Прогресс традиции», что эта книга будет разослана в крупнейшие библиотеки страны, начиная от Халининграда, от Балтийского федерального университета имени Канта и до Дальнего Востока. Так что все смогут порадоваться, все смогут узнать о выдающихся людях, которые внесли вклад в становление и в развитие такого замечательного учреждения культуры, как Московская государственная консерватория. Успехов вам, новых планов, свершений, ну и каждому, конечно, здоровому, Елизавета. И не забывайте об этом, вы обращаетесь всегда, будет рад. Спасибо большое. Ну вот я очень рад, что уже просвучало имя Елизаветы Давидовны Горжевской, представительницы издательства «Прогресс традиция», которой я и прошу сейчас выступить, и тоже как нашей гостье, участвующей вот в этом проекте, сказать спасибо. Большое спасибо. Мне вот обидно очень, что нет сегодня нашего директора, он заболел. Он на самом деле у нас очень такой говорил, говорит всегда такие большие преликновенные речи. Я, к сожалению, говорю проще, чем он. Но я хочу сказать вот, что о книжке будут говорить те, кто ее составлял. Вот, а в РГНФ тоже говорит. Я просто хочу сказать несколько слов о нашем издательстве. Наше издательство в этом году, вот видите, у всех юбилей, и у нас юбилей, 20 лет. Раньше, до того, как мы организовали свое издательство, мы работали в издательстве «Прогресс». Те люди, которые постарше, наверное, такое издательство знают. Но когда, к сожалению, наше издательство уничтожилось, нам пришлось свое издательство создать, и вот 20 лет мы уже существуем. С самого начала, еще когда мы были в «Прогрессе», РГНФ нам помогал, хотя нам тогда помощь была не очень нужна. Но когда вот наше издательство только начинало, только первые шаги делало, РГНФ нам, конечно, так помог, мы без них и, наверное, просто или мы вообще не встали на ноги, или нам было бы гораздо сложнее. И вот все годы, что мы с Юбилем, мы работали в «РГНФ» на «РГНФ». Выпустили очень много книг, много книг из этого списка, стали лучшими книгами Пасхи, лучшими книгами по федеральной программе, получали награды всевозможные, первые премии. Так что мы своими книжками гордимся. Мы стараемся делать книжки наши хорошо. В консерватории, это у нас тоже не первая работа, к 140-летию консерватории мы выпускали альбом с исторической справкой о консерватории. Тот период был дореволюционный, после революционного, до старого. Со 140-летия мы выпустили вот эти два дома. Эти же два дома мы выпустили на английском языке и отправили тоже читателям, которые могли читать на английском языке в те страны. Кроме этого, мы с консерваторией сотрудничаем еще и по другим книжкам. У нас есть ряд книжек, которые мы выпустили вместе с консерваторией. И, в общем, мне кажется, наше сотрудничество вполне удачно. Мы довольны, не знаю, как вы, мне кажется, вы тоже довольны. Книжка действительно была очень сложной. В Апхинциклопедии очень сложно выпускать. А эта книжка, кроме таких сложностей, как в Апхинциклопедии, еще одно, вы видите, такое колоссальное, срок был небольшой, было очень тяжело. Я не буду говорить, как она построена, кто-то сидит в редактор, она все расскажет, как она построена, в чем там сложности, и все. Я, собственно говоря, хотела бы всех поздравить все-таки, потому что это такой фундаментальный труд, и в ближайшие, там, я не знаю, 10-20 лет вряд ли он еще будет делан, а пользоваться им, конечно, будут многие. Да, мы разослали вам многие библиотеки. Вот. И, короче говоря, что я хотела бы, я всех хотела бы поздравить, поблагодарить всех, кто участвовал в этой работе. Ну и, собственно, пожалуйста, если какие-то вопросы есть, а то вы получите. Вы знаете, что все, кто работал над этой энциклопедией, я не говорю об авторах, я не говорю о деканах, заведующих кафедрами, которые участвовали, ну, более-менее эпизодически, я говорю о тех, кто работал постоянно, они находили все это время в колоссальном напряжении. Потому что это вот то, что сделано, такого ничего подобного раньше просто отмирало. Это такой, был очень рискованный, в общем, проект, в чем-то даже, может быть, авантюрный. И по сложности я бы его сравнил даже с подготовкой космического полета. К счастью, только что не опасно для жизни. Вот. Настолько это было вновь все, и приходилось отказываться от каких-то старых привычек, на ходу находить решения, на ходу менять какие-то исходные установки. Ну, например, начнем сначала. Замысел энциклопедии, сам замысел, так же, как и первый вариант слова, принадлежит Михаилу Александровичу Сапову. Вот он здесь сидит. И я ему тоже потом предоставлю слово. Сейчас в общих чертах сначала мы бросаем картину. Вот. Дело в том, что Михаил Александрович Сапонов заведует не только кафедрой истории и зарубежной музыки, но также и научно-свездочным центром методологии исторического музыкозна. И вот тут он, как глава такого центра, почувствовал необходимость сделать это в юбилей. И надо сказать, что его идея тут же... Я понял, что я тоже это захотел. Вот. Это пошел удивительный резонанс. Но, конечно, от первоначального замысла до уже готового проекта прошел очень долгий путь. И мы даже, по-моему, целый год еще были споры и колебания. Сколько будет томов? Один или два? Это тоже был вопрос дискуссионный. Потом в какой-то момент я говорю, нет, это вопрос уже не дискуссионный. Будем делать два. Собственно, почему два? Мы, в основном, вы уже, наверное, знаете, но я тут скажу для тех, кто здесь впервые знаком с этим проектом. Первый том, он как бы самый необычный, потому что он продолжил вот линию как раз тех юбилейных изданий в историю консерватории, о которых говорил Александр Сергеевич. Это исследование и по истории консерватории, о ее структурах, о ее факультетах, о их внутренней истории, о тех замечательных вещах, которые они делали, о традициях, о предметах, учебных дисциплинах и так далее, и так далее. А у второго тома тоже был свой, своего рода, предшествий. К 140-летию консерватории был выпущен такой энциклопедический словарь, ну, именной, где были все педагоги и научные сотрудники, библиотекари, концертмейстеры консерватории в алфавитном порядке, как это и бывает. И вот были такие скептические сомнения. Зачем, мол, это повторять? Но выяснилось, что, во-первых, ну, сами понимаете, за 10 лет очень много появилось нового народа. Во-вторых, также обнаружилось, что очень многие люди, которые и прежде работали в консерватории, по тем причинам не попали в этот убилейный справочник 140-летию. Их оказалось очень много, и большие списки. Ну, и самое главное, мы еще при этом изменили и сам подход, описание, вот. И вот вся эта тяжелейшая работа по отбору, не отбору, а по обработке материала, по приведению его к какому-то общему знаменателю. Она, по отбору, была блестящей, выполнена Маргаритой Владимировной Гейзиповой, старшим научным сотрудником вот того же самого центра методологии исторического музыкознания, которым руководит Михаил Александрович Сапов. Собственно говоря, Маргарита Владимировна Гейзипова, это главный рабочий, постоянно рабочий редактор консерватории, и большое-большое ей спасибо. Ну, в какой-то момент, она потом расскажет еще о тех, кто ей помогал, конечно же, вот, в какой-то момент, а именно как раз летом прошлого года, мне пришлось взять, что называется, ручное управление и на себя тоже, потому что были многие такие административно-формальные моменты, о которых редакторы не знали. И мне пришлось все это выверять уже с позиции вот, ну вот, вкратце, если совсем вкратце, такая история. А сейчас, пожалуйста, Михаил Александрович, вам слово. Как автору идеи. Ну, идея была такая очень первоначальная, я думал, что будет небольшой тон, примерно половину вот этого, и что там будет все, и предметные статьи, и персоналия. Ну, вот, но в итоге, когда взялись настоящие профессионалы, когда было за это дело Маргариту Владимировну, то совсем другое дело, понимаете. Я был даже не автором идеи, я был просто таким провокатором. Вот, а у нас обычно как в советское время, вот раз ты выступил за этим, вот ты их делай. Вот, а мне, единственное, что мне не удалось улизнуть от всех обязанностей по этой энциклопедии, значит, кое-что я, скажем, монкировать никак не мог. Вот это вот единственное. Потому что я считаю, что величайший подвиг, который сделал Маргарита Владимировна, ей было очень нелегко, у нее были и в жизни очень такие тяжелые обстоятельства. Это вдвойне потрясающий подвиг. Я даже предложил поставить вот где-то прям предконсерваторию, ну, так, федерально говоря, памятник Маргарите Владимировне, потому что я знаю, что это такое. Я видел очень много статей, которые, ну, как, нужно было срочно, люди доставляли, напишите, напишите статью о таком-то факультете, о таком-то предмете. Я много этих статей видел. Они не имеют, люди просто от души это делают, но они абсолютно не понимали, что такое статья для энциклопедии. Там идет просто вот такой очкин, я хотел бы, значит, такой заголовок идет, в общем, такой эссе, свободное, абсолютно не связанное с тем, чего ждет читатель от каждой энциклопедии. И по существу, и Маргарита Владимировна, и ее помощник, прежде всего, Юлия Кушкина, не знаю, здесь она придет, да, приходилось просто заново писать, не просто структурировать как опытному энциклопедисту, вот, не просто приводить ко всем канонам жанра, а ей просто приходилось, я чувствую это, просто заново писать, и честь, и эквала. Я правильно сказал? Спасибо большое. Михаил Александрович, спасибо вам за такую блестящую провокацию. Продолжайте и дальше в том же духе. Да, действительно, трудности были очень большие, и вот одна из них, это, конечно, та, о которой говорил Михаил Александрович, что, конечно, тот дискурс, которым привыкли владеть наши педагоги, исследователи, он совсем не энциклопедический, он резко испастиленный по всему, по характеру мышления, по характеру организации материала, отличается от энциклопедического жанра. Но это одна очень-очень большая сложность. Но была и вторая, не менее большая сложность, а это именно то, что в процессе работы мы все время обнаружили то там, то здесь, какие-то новые факты, новые материалы. Вот как по цепной реакции. За эту ниточку потянешь, и там открывается целая дверь, и еще новые имена, имена, которые надо включать, и, а время поджимает. Мы не имеем права не выполнить срок проекта, проект РГБ, потому что отчет. Я, как руководитель проекта официальной ПРТНФ, чувствовал себя просто не то, что как на иголках, а как на пороховой бочке. И поэтому особенно благодарен Маргарите Владимировне за соблюдение сроков в таких же невероятно жестких условиях. И, пожалуйста, тебе слово. Спасибо большое за черные слова, за то, что действительно, действительно уже особенный Константин Владимирович, который просматривал и прочитывал все насквозь, он уже читал почти как институт физический реактор. С большим интересом. Многое для себя узнал. Ну, по крайней мере, проникся в эту работу. И действительно, работа оказалась чрезмерно трудной, трудоемкой. И честно вам покажу, что если бы я просто не имела такого опыта такими тем, что тем не менее, я 20 лет после окончания консерватории работала в Большой Советской Англии, в Большой Российской Англии. Если бы не вот та выучка, которую мне дали еще те люди, которые делали второе здание, ну, и, соответственно, третье здание Большой Советской Англии, конечно бы ничего не получать. Потому что, помимо объективных трудностей, вот самого энциклопедического дела, я в нем хорошо ориентируюсь, там, вот, будя издательства, еще несколько энциклопедий сделала уже сместогетно практически в одиночку. Но здесь трудность была такова, что не на что было опереться. Я имею в виду первый том, который у нас тематический. Всегда любой человек, если он возьмется там делать какую-то энциклопедию, он найдет прецедент. Он найдет старую какую-то энциклопедию, он сможет там посмотреть, как решен такой-то вопрос, а как вот здесь поступил редактор. А здесь оказалось, что прецедент и нет. Поэтому, я так думаю, что мы его создали, и, может быть, другие УЗы последуют, так сказать, вот уже этому примеру, и, может быть, найдут какие-то наши недостатки, и что-то смогут поправить. Но вот когда ты создаешь что-то совершенно впервые, и как-то не в пустом месте, особенно в области энциклопедического, я не говорю о каких-то научных достижениях особо, то вот это действительно составляет очень большую сложность. Честно говоря, я переживаю там массу всяких моментов почти отчаяния, потому что иной раз я просто не понимала, как мне поступить, как мне быть с тем материалом, который мне предоставили авторы. Было, так сказать, вплоть до слез. Но, тем не менее, как-то так вот постепенно оно начало складываться, и самой мне в процессе работ стало легче. Не сразу можно было понять. При том, что мы разработали определенные схемы, мы исследовали, пытались следовать, но не складывалось, не получалось. И в конце концов, уже ближе к концу работы, все-таки как-то стало все болезняться. А главное, благодаря тому, что нам удалось еще обнаружить очень много всяких конференций, действительно, вот о чем говорит Константин Владимирович, и их, когда мы их уже стали заполнять, когда привлекли каких-то еще авторов, вот тут оно сложилось. Здесь есть недостатки, я о них знаю. Более того, есть некоторые, как бы, исторически отсутствующие вещи, но это уже, так сказать, дело не во мне, а дело в том, что не нашлось специалистов-историков, которые смогли бы вот эти глапаны закрыть. И, может быть, это дело будущего, и я надеюсь, что мы еще просто сделаем отдельное научное обсуждение, не праздничное, а отдельное научное, мы проанализируем, решим, что как. Я думаю, что это все же больше чем заниматься не будет, но последующие, последующим поколениям мы, конечно, оставим, ну, некое руководство, что надо доделать еще, будет. Очень мы боялись, что тома будут неравноценны по объему, и поначалу так оно и было. Тематический том получался маленький, в сравнении с биографическим томом. И при том, что в биографическом томе есть у нас только музыканты, у нас практически нет, и дети консерватории, у нас практически нет тех персон, которые присутствовали в достаточно значительном количественном биографическом словаре, который делался в Московской консерватории в 2007 году. Это всевозможные там технические, там персоналы, прочее, прочее. Нам нужно было освобождать просто разрез. Мы понимали, что музыкантов-то все больше и больше. Мы же от, буквально вот, проявят основание консерватории, да, от всех педагогов, которых Рубенштейн приглашал, пусть они поработали немножко, несколько лет, и иностранцы. И вот мы доверили это до 2016 года. Хочу вам сказать, что ни одна энциклопедия не добыт футологический материал до сегодняшнего момента. Считается нормальным, что энциклопедия опаздывает на Большая Советская и ее издания разрешали себя опаздывать на пять лет и не ругали за то, что там действительно вот как бы закончилось на вот таком педагоге. Нет, а здесь мы продолжали править ее до последнего. Я понимаю некоторое раздражение издательских работников, которым приходилось уносить и уносить дополнительную правочку, но тем не менее, раз уж мы, так сказать, объявили, что мы дойдем к данным на 2016 года, мы это и старались сделать. По-моему, почти, вот почти все удалось. Еще одно такое отличие из-за этого энциклопедического издания от всех прочих, потому что выполнено оно по всем лучшим правилам отечественного энциклопедического дела, это я гарантирую, наверняка будут какие-то ну, какие-то бложки, как мы называем, какие-то недостатки, они будут найдены, естественно. Но в целом, вот в целом, мне кажется, что она удалась, вот эта большая работа. Большая благодарность авторам, которые, авторы по-разному совершили себя имели, но тем не менее, благодарность всем, потому что так или иначе материал был получен. Иногда, я бы сказала, выцарапан, но тем не менее, он все-таки, он все-таки двинулся в наличие. И что позволит ее завершить сделать действительно законченное издание. Ну, что я хочу сказать? К сожалению, энциклопедическому редактированию нас не учат. Ну, где-то. И это большая, так сказать, потеря для будущего. Потому что редактировать книгу о музыке, да? Редактор, ну, соответственно, он должен быть музыкантом, музыковедом. А редактировать энциклопедию, не имея вот каких-то этих навыков, допустим, даже самых элементарных, или каких-то познаний, не получится у человека, который никогда не редактировал энциклопедию. Поэтому мне, конечно, очень жаль. Мне бы, конечно, очень хотелось иметь какого-то ну, последовательства. Нет, может быть, ни одного, чтобы передать, так сказать, вот этот опыт. А мне помогала Юля Владимировна Пушкина. Вот она так и не добралась, она с работы бежит, но он сказал, что опоздать, но придет. Помогала мне она на втором томе, потому что там, конечно, с тысячами вот этих биографий было неисправить за минуточку. Вот. А первый том я все-таки вытягивала сама. Я считаю, что это хорошо. С одной стороны. Просто очень трудно без помощников, но на самом деле хорошо, потому что я, так сказать, ее держала всю себя в голове. Так сказать, никуда вот эта ответственность не переносилась ни на кого. Хотя мне, конечно, был очень сильно. И я была очень рада, когда эта работа закончилась. Вот. Но я хочу поздравить всех студентов этой книжки, поздравить наше руководство, поблагодарить ДНФ, ну, видя, в каком она сейчас существует, да. И, ну, надеюсь, что когда-нибудь какое-то еще переиздание будет прошедшим. Ну, когда-нибудь. Смотреть. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Дальше я могу пригласить выступить всех, кто хочет поделиться какими-то своим гостями. Но вот я вижу среди присутствующих еще одного нашего дорогого гостя, который хоть непосредственно в этой энциклопедии и так вот вот на ней участвовал, но является даже постоянно... Нет, я имею в виду, это не в качестве, авторы не в счет, потому что авторы – это все. Я имею в виду, что мы с вами, Александр, это Александр Серафимович Стрябин, не раз организовывали и конференции, и совместные издания. Поэтому я говорю о сотрудничестве такого более, что называется, высокого уровня, чем просто написать статью. Вот. И, пожалуйста, Александр Серафимович, мы его наш хотим видеть здесь. Спасибо. Спасибо за то, что пригласили его, во-первых, во-вторых, спасибо за то, что приняли все участники. Там есть несколько статей. Я тоже конкретно вот об этих вещах расскажу. Но начну с другого. Вот Александр Семенович уже отошел, но я ему так обозначил ситуацию. Да, он не просто отошел, он пошел на сцену большого зала. Все понятно. Я вам просто хочу показать вот такую штуку, которую мы извояли, 800 грамм, как я понимаю, до 25-летия нашего фонда, фонда Стрябин. Вот 27 апреля, в день памяти Александра Николаевича, ему будет соответственно. И мы хотели бы это вручить нашей консерватории, Александру Сергеевичу, естественно. Вот, я попрошу передать. Это потому, что для нас эти 25 лет, вот я, куда не бросишь свой взор, тут одни родные лица уже. с Ритой мы делали тоже не одно издание, но по всяким, так сказать, с Тумаринсоном последние вещи, с Зянкиным всегда, а если учесть, что он член Печительства, советов, вот это тоже, сами понимаете. Но, вы понимаете, вот, что я хочу сказать об этой работе и обрежно в энциклопедическом словаре, что это то издание, которое не ставится просто на полку и потом раз в год, в лучшем случае, с него стирают пыль. Это рабочий экземпляр, поэтому сразу вопрос. Что? Ну, как что? А-а-а! Где? Значит, смотри. Это первый вопрос. Да, ну, я потом отвечу. Да. Ну, это, вы копите вопросы пока. Так вот. И вы знаете, в общем-то, работа, пожалуй, вот еще к тому изданию, о котором уже говорили в 140-летие, она нас подтолкнула еще на целый ряд таких моментов. Потому что, понимая прекрасно, не очень разбираясь в том, о чем Маргарита Владимировна ты говорила об этом как раз на всех этих энциклопедических нюансах, вот, но стало понятно, что, в принципе, есть объемы определенные, и как же быть-то? А сказать-то хочется больше и больше. Особенно это было, когда мы делали первую свою работу, связанную с Верой Ивановной, с Крявиной, врожденной. Сокович, выпускницу тоже, Василия Ильича, Сафонова здесь, в консерватории. Затем, по самому Гальденвейзеру. Вот здесь уж мы с Раис Николаевной и не только с ней, так сказать, оговаривали очень многие нюансы. И я помню, как Раис Николаевна нам звонила, а поскольку, поскольку мы имели тогда возможность работать в архиве Гальденвейзера, то там, ох, там непахорная целина была совершенно, причем необычная. И вот так сложилось, что мы к тем статьям, которые мы давали в издание, в эти, мы поняли именно в плане непахорной целины. И мы сделали 4 или 5 работ академически. Ольга Санбаревича Бальденвейзера. То есть тот, кто залезет сюда и посмотрит, там есть ссылки «На». Пошли дальше. Но чтобы вас не очень утомлять собой сегодня, значит, вот в продолжении того, что есть, там есть, естественно, статья о скрепке. Поэтому не нами написано, слава Богу. Александр Николаевич. Александр Николаевич, да. И вот эта работа, оба Александра Николаевича, только уже как бы продолжение. Вот только, 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 вот нам Леонид Леонидович привез это издание, буквально, прямо из типографии. Поэтому я вам с удовольствием, как тоже соучастнику, вручаю. Вот. Вот это и очень приятно, что этими нашими радостями в год 25-летие, 145-летие скрепно мы делимся с коллегами, поскольку вот Лариса Дакимовна сидит, соучаствует, так сказать, и мы соучаствуем всегда. Дед Владимир Петрович я видел, начинаемо, тоже здесь вижу, да, ну и кого не опасно, кого-то Владимир Петрович. Так что я всем благодарен за те 25 лет совместной работы и за то отношение к нам в целом к фонду Скрябиной и лично ко мне, соответственно, что я считаю, что я вот от этого общения ну, наверное, это будет слишком громко сказано, что получил еще одно образование, понимаете, благодаря вот тем конференциям, встречам, поискам, изыскам, направлениям там и так далее и все те мои коллеги, кто с вами работает, то есть, я им тоже безмерно благодарен. Спасибо. 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 Спасибо.